И всем привет, ребят! С вами Собранник, если я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня мы вместе с вами пройдемся по новому вызову принят, который уже стартовал у нас... Вчера или позавчера? Вчера вроде, если я не ошибаюсь. Поговорим о том, какие у нас будут призы в этом вызове принят. И плюс пройдемся по Википедии танков, в которой есть уже информация, связанная с новым дроном, который как раз таки в этом вызове принят и будет за первое место. За первое место у нас, ну как я уже сказал, новый, уникальный дрон Hyperion XT. За топ-10 выдают устройство на рикошет, пульсар. Топ-100 получают по 100 танкоинов и топ-1000 получают по 100 батареек. Так у нас и не раскрутили. Вызов принят на большее количество призовых мест. Если честно, я думал о том, что можно сделать из этого и топ-20, и топ-30, и топ-40 и так далее призы. И добавить какие-то, возможно, новые, возможно, устройства, которые относительно недавно были, либо не были. Да, но у нас эта темка настолько широко не раскручивается. Также есть список победителей, в котором видно, кто забрал у нас за какое количество звезд, какие награды. И игрока с ником MRL Misoula никто не обогнал. И, по сути, этот игрок стал третьим обладателем кризиса XT, который пока что еще не начислен на его аккаунт. Поэтому я думаю, что мы по нему особо проходиться не будем. Когда он получит свой кризис, возможно, я сделаю даже обзор его профиля, его аккаунта. Чуть больше рассмотрю, потому что для меня лично этот игрок пока что, ну, наверное, неизвестен. Да, я не знаю такого никнейма, но в связи с его введенным УП, скорее всего, он какой-то уже паркурщик, либо еще кто-либо. Но сегодня мы не об этом. Я даже, если честно, немножко удивлен, что никто звезды не покупал, потому что у нас за предыдущий как раз-таки кризис, там, борьба под конец развернулась очень жестко. И, возможно, ребята в этот раз думали, что тоже кто-то будет покупать звезды и решили не рисковать. Но по итогу никто дополнительно звезды не приобрел. И игрок благополучно с 20 тысячами забрал своего третьего кризиса X7. Сейчас же у нас добавили Гипериона. Как он выглядит, я, в принципе, уже показывал в предыдущих видеороликах. И даже, мне кажется, был отдельный видос, в котором мы смотрели в видеоблоге, как выглядит он. Ну и сейчас появилась уже информация с Википедией танков о том, что же дает этот самый замечательный дрон. Он имеет все те же самые параметры, что и обычный Гиперион, за исключением двух определенных вещей. И первая вещь это то, что этот дрон дает дополнительно при полной прокачке, а не даже начиная с 10 уровня улучшений, становленный дрон становится на 1 очко больше. Даже с 10 уровня, оказывается, даже не с фулл прокачки, а с 10 уровня. И при максимальной прокачке у вас становится 10 тысяч ГС. Вы становитесь супер уникальным молодым человеком. Я помню, что Виталий говорил о том, почему, например, 10 тысяч ГС не сделали каким-то другим цветом. Я вот тоже думаю о том, что если бы, например, 10 тысяч ГС бы выглядело не так, как 4 девятки, а выглядело бы, например, ну, кем-нибудь там, ну, условно, черным, да, цветом, да, как говорил Виталий, ну, было бы, наверное, симпатично. Круто выделялось бы еще бы жестче, ну, и выглядело поаппетитному. Не знаю, почему цвет не поменяли, но десятка КГС с этим дроном также будет. Ну, и еще одно изменение, которое есть у Hyperion XT от обычного Hyperion, это то, что он за каждую активацию расходки хавает по 3 единицы припаса. И также написано о том, что каждые 20 секунд он использует по одной батарейке. То есть, если обычные дефолтные дроны у нас хавают по одной батарейке за одну минуту, вне зависимости от того, сколько раз они прожимаются, то как раз-таки Hyperion XT хавает одну батарейку за 20 секунд. По поводу расходки, трачиваемой от обычного Hyperion, здесь я, честно, информации никакой не вижу, поэтому, скорее всего, он хавает так же само просто по дефолтику. Ну, и для сравнения возьмем, зайдем на Кризиса, посмотрим, сколько хавает. Да, Кризис XT тоже каждые 20 секунд хавает по одной батарейке и по 5 припасов в сумме за каждую прожатую расходку. Если дефолтный Кризис у нас хавает по, получается, сколько? По 3, да? 2 плюсом, соответственно, по 3. Вот такая вот интересная информация у нас появилась, связанная с Hyperion. Если честно, не знаю, насколько будет актуален этот замечательный дрон и насколько большое количество игроков будет в нем заинтересовано. Если интерес будет плюс-минус такой же, который был с первым Кризисом XT, то это для игры точно будет очень хорошим бустом и хорошей дополнительной прибылью. Но на момент сегодняшнего дня, записывая видос 17 числа, у нас пока что никого особо по звездам здесь в плюсах нету. Никто особо ничего еще не набивает. Здесь на самой ветке еще пока что призы не обновлены, но на форуме у нас уже посты есть. Плюс нужно понимать, что у нас совсем скоро будет Хэллоуин, будут скидки и я думаю, что как раз-таки под эти скидки залетят ребяточки, накупят звездочек и будут бороться за этот Hyperion. Возможно тот самый человек, который был первым, кто получил Кризис XT, ворвется и сюда и попробует забрать босс, да, попробует забрать тоже еще и Hyperion первым. А может быть у него не будет никакого определенного в этом плане интереса и Кризиса ему вполне достаточно. Поживем увидим, если будет какая-то интересная информация, связанная с вызовом принято, я думаю, что я ворвусь, запишу видос, проанализирую, рассмотрю всю эту темочку. Но пока что, наверное, это вся имеющаяся интересная дополнительная информация, которая связана с этим ивентом. Ждем совсем скоро Хэллоуина, ну и надеюсь, что там уже пойдут, помимо вот этого маленького такого, знаете, мини-ивентика, пойдут крутые жесткие ивенты с дополнительной мини-игрой, с которой тоже можно будет заформить очень хорошие для себя плюсы. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колхотчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого вызова принят и кто, по вашему мнению, заберет этот Hyperion XT. Ну и не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо, личный тег это тег-темп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкойнов, как раз под Хэллоуин закупочку делаете, бэмсите в розыгрыше, ну и потом фиксируете прибыль и кэшбэкаете себе дополнительно кристаллы и танкойны, потому что итоги у нас будут уже буквально через пару недель. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!